Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Но это проводитель всего человечества Союз, который Всевышний заключил с Ноахом После потомков Он заключил всем человечеством Когда я говорю словосочетание «бне и ноах», то есть потомки Ноаха Я, соответственно, говорю о всем человечестве Людей, которые не являются в «бне и ноах», не существует Просто в «бне и ноах» И поэтому все человечество «бне и ноах» Не имеем нужны? Ну конечно Конечно Только тем, кому дали другой тип служения Они выведены из этого просто в категорию, подкатегорию Из этого видно хотя бы из того, что любой человек может стать евреем То есть пройти в эту категорию То есть просто это отдельная категория Внутри общества, сообщества Теперь И поэтому понятное очевидное Если не мудрость, то кругало, так сказать Не пытаться притягивать за уши что-то «бне и ноах» — это люди Это идиома, которую надо переводить как «люди» Не больше и не больше Соответственно Шева Митцель из «бне и ноах» «Семь заповедей» Это не заповеди, обращенные к группе продвинутых Это заповеди, обращенные к человечеству Теперь Продвинутость проявляется в том, что есть те, которые это понимают и принимают И есть те, кто это не понимают и принимают Но я напомню, что та же самая ситуация Находится и с горячей любимой евреями Знаешь, что Количество евреев на сегодняшний день, которые соблюдают заповеди И рассматривают себя обязанными это делать непреложно Сегодня это меньшинство в еврейском народе Но тогда ничего не поменялось То есть количество верных не указывает на уровень ответственности и на уровень обязанностей Да, просто есть те, которые сознательно что-то делают и те, которые не делают сознательно и несознательно Вот и все Поэтому тут Кто такие в Нейнох? В Нейнох это люди По определению Рамбама Нейнох это люди, которые хотят служить Богу в соответствии с откровением, которое было дано через сторону Вот и все Вот и все Ни больше, ни меньше Это не переходное звено Это не промежуточное звено Это служение Тип служения Теперь Обязаны ли этим типом служения, да? Все люди без исключения Теперь Кто из них пришел к этому? Кто из них сумел освободиться от самоделок, да? И, так сказать, взаимодействовать непосредственно с источником, без промежуточных каких-то прослоек Но сегодня таких не много Но У Рамбама В его Нижней Тойру Я от Хазака, да? То есть в его кодексе Раздел, который касается законов наиномых Я попрошу Хаймури, чтобы он тоже, когда он закончил это, чтобы он перешел к Рамбаму То, что он об этом говорил Так вот Раздел этот Который касается законов Девятая глава Законов царей Который предшествует Закону Машехи Это раздел одно и два И она предшествует непосредственно законам Машехи Сразу эти законы, а дальше закон Машехи Потому что С моей точки зрения Происходящее здесь Это часть мессианского процесса И это непосредственно подготовка к приходу освободиться И я так к этому отношусь Я так отношусь к тому, что сегодня Мы столкнулись впервые С тем, что Люди самых разных вер И самых Выходцы самых разных вер И самых разных народов Они приходят и говорят Ребята Ну, хватит Беремки играть надо По-взрослому Да, я думаю, что это Мессианское Это предвестие Предверие Это начало мессианского процесса Часть мессианского процесса И начало мессианского процесса Это мое Объяснение Внутреннее Происходящему здесь И это В значительной степени Моя мотивация На то, чтобы в этом всем участвовать Потому что Я хочу, чтобы это произошло Как можно скорее И когда Это будет Во всей своей полноте Сбудется Предсказано Пророками То в таком случае Небные ноги Просто не останется в мире Да Когда Когда У людей Внешние факторы Прочистят мозги То Небные ноги Не останется Только в Нейновах Да Но честь и слава тем Которые успели до Не потому что Нет вариантов А потому что Это правильно Вот это вот То, как я отношусь Происходящим Я ответ вам Твою вопрос Есть еще вопросы? А вот А вот А есть ли намек В вопросе Бога Кадаму Где ты? Намек как на молитву На постоянный ответ Слушай, я недостаточно мудр Для того, чтобы искать Такие Действия Я все больше Пороюсь в себе Источник Всяких Что-то мудное Не писали Но пытаюсь это четко Излагать Стараюсь, чтобы там было Как можно меньше Отсегательнее Исходя из того, что я Говорил Мне кажется Достаточно очевидно Что Вопрос Бога Айеко Где ты? То есть Что ты Из себя сегодня Представляешь? Это Одна из Одна из Побудительных тем Молитвы И стержень Молитвы Потому что Потому что Пока ты не отдаешь Себя Отчет В том Где ты? Да Помолиться Тебе просто не удастся То есть Опять таки Ты можешь искренне Выражать Свою потребность В чем-то Да Но пока Там не будет Осмысленного Понимания Да Вот Полностью Усвоенного То, что называется Если Вовнутрь Впустить Пока у тебя не будет Понимания Что То Что ты Имеешь Это результат Кем ты Являешься Да Пока у тебя вот этого Ощущения не будет Ты не можешь Молиться по человечеству То есть Искренне можешь Ну это так Короче Айеко это Хороший вопрос Если не ошибаюсь Русский перевод Вот одного места В Танахе Он звучит Служите Господу Богу Вашему И Он благословит Ваш хлеб И вино И воду И отвратит От вас болезни То есть Вот это слово Служите Оно имеется ввиду Молитесь Или имеется ввиду Какую-то другую службу Но я знаю Что оно К евреям Относится Однозначно Но В данном случае Опять-таки Я думаю Что это вполне Информационное Что такое Служение Богу Это Ощущение Ощущение себя Я У меня в биографии была такая история Когда Убили Рабина Я был Одесским городским Рабином Я был Одесским городским районом И вот Когда Я Срочно 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 Была организована Дневная Поминальная Такая Церемония Я в кулуарах Будущий Один из Представителей Еврейского Топового Из Топового Таким Топового Который Который Работал В Этой Системе Которая На Тиве Говорит Что ты там наговорил Говорит Ты Говорил Что Грабина Расстрелять Я говорю Говорил В личном разговоре Не было Расступления Не было Чтобы ты знал Нам уже сказали Прорвать всякие отношения С тобой Значит Сделать все Чтобы ты не сумел работать И так далее И так далее И так далее Уже оргвыводы Что Что происходит У меня есть Моя точка Зреть Да Я ее Не декларировал Как Официальную Да В конце концов Причем тут я Причем тут моя деятельность В качестве Ну вот Чтоб ты знал Что я тебе придумал Сделать сам себе брак Что ты сделал Я Думал Кто Если участвовал В разговоре Мог Так оперативно Настучать Вот И Пришел к нему Он Кстати сейчас Достаточно неудачный бизнесмен Недавно Бил в Киеве Бросился ко мне Так как будто Мы все вместе Всю юность провели Обнимался Целовался Просто Дружка Значит Я к нему пришел Я говорю Что ж ты делаешь Сука Что 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 за 37-ой год Что за донос Я в личном разговоре Сказал Какую-то свою точку зрения Извините Так сказать У нас демократическая страна Я имею право На точку зрения Да Я ни к чему не призывал Ничего И так далее Что Что У нас Нет частных бесед Я всегда На работе Я Подумал Тогда После этого Что Это Указания Слышались Это Сволочь Чувствует Что он всегда На работе Это я Который пытается Работать В дыку этого мира Царя царей Я тем более Всегда должен работать У меня нет Отпуска Нет свободного Время Поэтому Когда говорят О служении Богу Служение Богу Тотально Но всеохватно Нет того Что не было бы Служения Вот это вот Разделение Противопоставление На служение И не служение На личное Да И И Религиозное Это 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 Тяжелое наследие Царство режима То бишь христианство И прочее Да Человек 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 Может не служить Богу На молитве Если он например Молится И все время Думает о том Как он при этом выглядит И так далее Да Дюма читали? Давно Помните Как Для чего использовали Партос использовал Поход в церковь? Ну Встречаться с кем-то По записке С С девушкой По дате святой воды Помните? Да И так далее Это трудно назвать Религиозным служением Хотя Происходило в церкви Да И так далее То есть Вот этот Человек Который Человек Который служит Богу Он служит Богу Сидя в туалете Человек который не служит Богу Он ему не служит И в церкви тоже И поэтому И поэтому Вот это вот Вот это тотальность служения Можно сказать Можно сказать Что высший Пиком служения Является Молитва Это действительно Это так Да Но в принципе Это всеохватно Это всеохватно Да Вот то кем я являюсь Я или служу Или не служу Вот я Да И когда я даю себе слабину Это опять таки Это не религиозно Это значит Что я Понизил план Чтобы не сказать Упал Да Ну то есть Этот глагол На иврике Не подразумевает Коллективную молитву Он более всеохватывающий Да Спасибо Ну опять таки Можно свести Как молитвик таковой Но это частный случай В последней главе Пикудей Там есть интересные слова О том что шатер И наполнена Слава Господня И в комментариях я читаю Что Всевышнего Можно постичь На эмоциональном уровне Но никак не уравнами чувств А это говорит о том Что молиться нужно эмоционально С эмоциями И они должны быть первостепенными В молитве Чтобы ощутить Всевышний Да конечно Но эмоции Можно Эмоции Можно добиваться Мескими путями Да Служение Богу в молитве Оно Однозначно В первую очередь Эмоционально Теперь Но Вот Большая часть культов Она Пытается создать Эмоциональный нокаут Искусственными средствами Извне Общим порывом Общим порывом Резонансом Так сказать Общественного действа Обстановкой Музыкой Запахами Там Магнитанием Давления Да Эмоциональным И так далее И так далее Все это Все это Имеет Один Ключевой Недостаток Эти эмоции Не будучи Результатом Внутренних Процессов Они Нестабильны Недолговечны И Не оставляют То есть Они Не формируют Ничего Они Внешние По отношению к личности Человек Освобождается от них Как только сталкиваются С иной Реальностью Да Теперь Поэтому Молитва Эмоциональная Искренняя Молитва Она может быть Результатом Одного из двух Процессов Или Сильного Внутреннего Потрясения Эмоционального Любого характера Положительного Негативного Неважно Которая Создает Мощный Эмоциональный Фон В который Ты вписываешь Как бы свою Молитву Или второе Это Осмысление Вход В некую Тему Которая Связана С твоими отношениями С Богом Которая Создает Вот это вот Может быть Не столь Брызжущий Не столь Не столь Не с таким Высоким накалом Эмоциональный Фон Но создает Некую Подоплеку Эмоциональную Подоплеку Того Что ты пытаешься Обратить Богу в словах Понимаешь Да? То есть только так Потому что Если человек Например Я прекрасно Представляю Собирать Собирать Человек Который Принял Только ЛСД Он Будет Охвачен Эмоциональным Экстазом Буквально Но Кончится Действие ЛСД Кончится Экстазом То же самое Все остальные Формы Так сказать Не связаны С Устойчивым Устойчивым Представлениями О Осущим То есть эмоции Должны быть жесткие Интеллектуальные Как раз Желательно Или Я должен быть Выбит Из колеи Так сказать Обстоятельства Вы говорили что В Торе есть Заповедная Хормальная монетка Объединена Не заповед Или формальная монетка А есть заповедь Обращаться К Богу С нужным В какой именно Цитате Надо посмотреть Просто в рамбане Скорее всего Это Хотел спросить Подтверждает ли Еврейская традиция Что в древности Когда была сильная Ивенизация Даже в синагогах Молились На греческом языке И Использовали Септуагин Только в тексте Или нет 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 Во времена Греческой цивилизации Во времена Элинизма У очень многих Евреев Отсутство Особенно тех которые жили в Александрии, отсутствовала еврейская грамотность. И поэтому они вполне могли и обращаться к Богу по-гречески, и пользоваться греческим переводом для осмысления, для учёбы, для своей дискуссии и так далее. Но общественная молитва всегда влазит на еврейском языке. — Это имеет значение для отношения человека с Богом на каком языке он молится? — Однозначно. Потому что любой перевод из формы комментариев. Не более того. — Правшая, означает ли это, что нам какие-то молитвы тоже нужно бы изучить на еврейском языке? — Нет, это означает по другой причине совершенно. Потому что для того, чтобы нормально изучать Тору, однозначно, еврейский язык, он необходим. Ждать от всего человечества, что они встроенными летами были гульпаны и обладеют, так сказать, еврейским языком достаточно глубиной для того, чтобы читать в оригинале и исследовать текст Тора — это и евреи очень немногие могут делать. Для того, чтобы пользоваться сегодня уже накопленными информацией и готовыми переводами на самые разные языки, в том числе на русском языке, сегодня столько мы уже переводили, причём качественно перевели. Уже есть «Раша», «Ибнезра», короче, есть много разных переводов, много разных комментариев, в этом нет необходимости. Хотя, конечно, если кто-то захотел бы действительно профессионально учиться, то без знания языка первоисточника это сделать мы не можем. Впрочем, это относится к исследованию любого текста. Тот, кто хочет стать шекспироведом, он не может не знать греческого. Да, тот, кто хочет изучать Ильяну, ему придётся изучать греческий, никуда не деться. А скажите, пожалуйста, мы как на инох, перед лекциями. Мы можем приходить за час и принять на себя традицию, которая есть в иудаизме, коллективно читать тегили, разбив его на брошюрки, на русском языке. Во-первых, конечно, да. Во-вторых, я надеюсь, что всё-таки сделают это себе рано или поздно. У меня просто куча всего на голове одновременно. В-третьих, совместное чтение Таилим, оно всегда очень хорошо и благотворно действует на псевдиме. Всегда. Как говорят Рэба Раяц, если бы люди понимали, что может делать простое чтение Таилим, они бы беспрерывно это делали. Я бы не видел людей, которые беспрерывно этим занимаются, но, в принципе, чтение Таилима, но, по крайней мере, займёт народ произнесение злословия, пустословия и т.д. чем-то хорошим. То есть, в любом случае, это только пульс. Молитвы еврейского народа, они компенсируют жертвоприношение. А что компенсирует жертву семидесяти быков на скот? Ничего. Почему тут пробел? Ещё есть миллион пробелов. Это же не дождественная замена. Это же не эта молитва от этого жертвоприношения, от этого и так далее. Имеется в виду, на самом деле, всех видов жертвоприношения. Единственное, которое компенсируется таким образом, это жертвов сражения. Кстати, у евреев нет права на принесение жертв вне храма. А у неевреев есть и сегодня право на принесение жертв. То есть народы уже могут сами... Они могут сами просиджаться. Каждый народ за себя собрался, но пока... И народ за себя, и народ за коллектив, и человек за себя, и так далее, и так далее. У неевреев по-прежнему есть право на личное жертвопношение или общественное жертвопношение. Я, правда, не знаю, как это делать. То есть это явно не просто, подсказать, зарубить скотинку, и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Когда мы молимся за себя, то мы должны изменить себя в этой молитве. А когда мы молимся за другого, что нужно изменить, чтобы справедливость Бога поменялась? Ничего, ничего. Просто сам факт того, что за этого человека кто-то еще просит. И чем больше людей просит, тем более важнее. Указывает на то, что у этого человека есть заслуги. Ага. Так или иначе. Прямо или опосредованно. И, соответственно, это вот и вопрос. Можно ли молиться за людей, которые не очень хорошие люди? Если есть такое побуждение? За хороших людей молиться меньше смысла. Нужно. За плохих людей красновец самое то. Потому что этим сволочам он ничего не светит. Поэтому, так сказать, если попытаться помогать этим людям, то это большой смысл. С одной стороны. С другой стороны, мы очень редко знаем, какой человек, какой знак несет. Знают, что его функция. И я знаю, что лишних людей в этом мире нет. Я вполне допускаю, что те люди, которых мы рассматриваем как негативный факт, на самом деле просто являются инструментом для создания тех или иных условий. А что правильно было бы произносить в молитве за таких людей? Не знаю. Прости этого не гоняю. Можно и так. Помню, как это... К моему любимому анекдоте. Господи. Не откажи. Смерти прошу. Быстро прошу. Не для себя прошу. Хороший из меня, мой друг, человек. Ну нельзя же просить смерти другому человеку. Нельзя. А вы знаете, мы в этом не... Не за мной где проклинаются некоторые люди. Нет, надо желать справления грешника правильно, и чтобы грех исчез, а не человек умер. Правильно я понимаю? Ну вот... Еще раз. Еще раз. Не для себя. Ну вот... Я... Я попал в ситуацию, в которую популяризм не должен. Так сказать, есть вопросы, на которые должны отвечать мудрецы. Да? И должны отвечать великие правильники и светочи. Поскольку я популяризатор, и не более того. Да, то есть я чужие умные слова пытаюсь облечь в приемлемые формы, то обращаться ко мне с вопросом по долговороду... Так сказать, я сомневаюсь, что специально, чтобы ответить на этот вопрос. У меня будет персональное озарение свыше, так сказать, я начну вещать и далее. Понимаю. На работе с тобой тягли вносить можно? Близко в кайнигах нет сверху. Нет. Нет. Если ты не работаешь, конечно, в публичном доме. А ты там не работаешь? Есть места, где... В Дерховной Раде. Есть места, где... Где явное проявление святости является запрещенным или неуместным. Ну, например, в туалете, в ванной, в тех местах, которые предназначены для обнажения. Те, которые человеком самим не воспринимаются, как что-то связанное с возвышенным и облухотарем. Про Рэба Раяцца. Про него рассказывают, что когда его арестовали в 27-м году, и когда его забрали на Шпрерку, то, поскольку он достаточно с ними бескомпромиссно себя вел с чекистами, то один из них в гневе начал кричать, вы вообще понимаете, где вы находитесь? На что Рэба Раяцца ему ответил. Да, я прекрасно понимаю, я нахожусь в том месте, которое не нуждается в мезузин дверь. Да? То есть, так же, как в туалет, в мезузин дверь. Понимаешь? То есть, когда ты спрашиваешь о том, можно ли читать где-то ты, если бы я еще знал, где ты работаешь, то было бы легче ответить. Понимаешь? Если ты работаешь в таком месте, которое не нуждается, в мезузин дверь, тогда не надо. А если нормальное место? Почему нет? Нам известно из еврейской традиции о боговоязненных народах, которые посещали синагоги. Тогда они присутствовали при молитвах Гаврии Леонианны. И сейчас, и сейчас совершенно спокойно, любой желающий приходит в синагогу и присутствует в общественную молитву, и принимает на ее участие в пассивном или даже активно читает фильмы и прочее, без всяких проблем. Я лично засекал несколько человек за эти, и здесь присутствует еще. Я вкапываю синагогу попасть в синагогу в течение 10 дней. Он по телефону разговаривал, он говорит, ну, позвоните, а там дверь закрыта, я звонок. Ну, это частый случай. Я совершенно не понимаю, что ты хочешь сказать, так сказать. Есть еще один конечный синагог, который невозможно у нас. Пожалуйста. Это, как было, так и осталось. У нас другой страх, да, что, как я сказал Сережа во время одной из моих с ним оживленных дискуссий, да, что я боюсь, что если придет большое количество благочестивых неевреев, принимать участие в молитве в синагоге, и евреи, которые сейчас, по-моему, не национальное большинство, да, если они вообще почувствуют себя там изгоями, то это будет достаточно забавно. Видностей нет. Вот, мы сейчас обсуждали по поводу, что мы можем, ну, читать Теерим, это общественная молитва, но в Теериме есть такие там слова, накажи Господи, чтобы упали свои козни. То есть, ну, понимаем философии, но мы когда просим что-то сделать Господа, мы же учим, что сначала проверяют нас, а потом, ну, судят нас, а потом другие. Как бы, вот мы читаем Теериме, там есть такие вот слова, как вот... Саша, я люблю вас, что ты спрашиваешь? Плохо нам не будет, хотел сказать Саша, нас не наказывают. Нет, потому что тут есть такие Господи, чтобы упали от своих козни за многих прегрешений сбросить, поскольку они возмутились против тебя. Я имею в виду, мы же учим, когда мы что-то человеку предъявляем, то сначала судят нас, а потом этого человека. Согласен, но из той ситуации, которую ты сказал, да, я думаю, что ни к кому здесь присутствующих это не подходит. Я не знаю здесь никого, кто бы оставал против Бога. Я по себе, например, знаю, что в моей жизни было еще одно количество минут и ситуации, когда я бы не хотел, чтобы мои дети меня в таком виде, или чтобы они следовали моему прегаду. Да, и далеко не всегда я держу ту планку, который считаю мне себя правильным. По всем иной причинам. С одной стороны. Но с другой стороны, я знаю на сто процентов, насколько мне Бог дает самоотчет, я знаю на сто процентов, что даже в минуты глубочайшего падения я никогда не хотел восстать против Бога. С карантией. Знаешь, сто процентов на карантии. Я никогда не считал себя, если я делал себя не достойно, я никогда не считал себя примером для подражания, или чуть не чувствовал себя в своем праве. То есть я понимал, что я дал слабину, и вообще я сложность хотим. И я тебе расскажу одну историю, которая мне очень нравится. Мэйдл Футберт, один из знаменитых хасидов прошлого поколения, он однажды вслепил своего соученика, в котором вместе они учили в Вишире. И этот соученик был министр сельского комиссара, как-то председатель комиссариата лесной промышленности, что-то называлось там, Белоруссии. Стал большим человеком. Вот они встретились и узнали друг друга. Когда еще комиссары по улице выходили, да, то есть можно было еще встретиться. Они узнали друг друга, и тот его обратился, как евреи взорваться, во сердце, да, что слышно. И тот вновляться ему говорит, «Грешит, грешит, но удовольствия не имеет». Вот это, пожалуй, самый низкий из возможных, но очень правильно, очень часть на уровне религиозности. «Грешит, грешит, но удовольствия не имеет». Не будет никого восставшего против Бога. Закончили? Закончили.